Зритель может взять абсолютно любую карту. Например, он выбрал вот эту. Он ее запоминает. Мы убираем ее куда-нибудь в серединку. Вот так. После этого перемешаем колоду карт. Допустим, таким вот способом. И теперь попробуем найти его карту в колоде. Я думаю, вот она. В принципе, все просто. Десятка крести. Нет? Точно? Хорошо, тогда дама крести, я думаю, это точно карта зрителя. Отличная новость. Вы можете бесплатно получить обучение на более чем 3000 фокусов. Проводится конкурс на доступ к Академии Иллюзионистов, где более 3000 обучений. На этот раз шансов победить намного больше, потому что призовых мест целых три. Помимо этого, все участники получат приятные бонусы. Переходи по ссылке в описании, участвуй в конкурсе, получай бонусы, лично от себя рекомендую. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Нейра Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами разберем сменку с картами. Это достаточно эффектная, при этом красивая и быстрая сменка. И фишка этой сменки в том, что как только карта поменялась, она уже сразу лежит на ладони зрителя или на столе. Ее можно сразу же проверять. Это прям очень-очень классный момент в этой сменке. Но я почему-то ее нигде не вижу, ее редко кто делает. Хотя мне она так, в принципе, нравится. Можно ее использовать, особенно в уличных демонстрациях. Если ты хочешь больше подобных сменок, ставь лайк на это видео. Как только она наберет 2000 лайков, я сразу выпущу еще одну классную сменку. Ну и, конечно же, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, если вдруг видишь меня впервые, так как новые видео здесь выходят практически каждый день. Ну и если вдруг ты не знаешь, где купить самые качественные оригинальные карты, это магазин 54карты.ру. Переходишь туда, там есть огромное количество карт от стандартных до дизайнерских. Также есть трюковые колоды. И есть мой фирменный набор Nero Young. В него входит колода Bicycle Standard, самая лучшая колода для фокусов, а также 4 специальные карты. Также там есть чат-помощник. Ты пишешь свой бюджет и свои предпочтения в колодах, и тебе подберут отличную, качественную колоду за эти деньги. Конечно же, переходи по ссылочке в описании, там быстрая доставка, приятные цены и отзывчивая администрация. Для этой сменки вам понадобится выучить всего два движения. Выглядит сама сменка примерно вот так. Дама крести превращается в алетопик. Очень классная, быстрая. При этом за место стола может быть две ладошки зрителя, что еще больше усилит эффект. Итак, как же ее делать? Нам нужно выучить топ-шот. Обучение на топ-шот подробное будет в подсказке. В принципе, мы сейчас тоже быстро его разберем, но за подробным обучением переходите по подсказке или по ссылочке в описании. Что мы делаем? Смотрите, чтобы выстрелить вот так вот карту, нам нужно взять колоду большим пальцем. Левый верхний угол, указательный палец, правый верхний угол. То есть держится колода вот так. Мизинец надавливает на верхнюю карту, чтобы она вот так вот вылетела из колоды. Сначала можно именно переворачивать мизинцем. Потом добавляем усилие, чтобы карты начинали лететь. Здесь нам не нужно ее ловить, в принципе, поэтому достаточно будет выучить именно сам бросок без ловли рукой. То есть просто вот такой бросок. Давайте опять же перейдем ко второму движению. Если хотите поподробнее топ-шот, подсказка будет или ссылка в описании. Второе движение выглядит вот так. У нас карта находится вот так в центре спреда. И она якобы исчезает. На самом деле мы просто задвигаем ее вот так. И все. То есть это движение намного легче, намного проще. Но его нужно максимально четко отрепетировать, чтобы не было косяков. Чтобы карта не торчала вот так, не торчала тем более вот так, и не вылезала намного с этой стороны. Это не так сложно, вам нужно просто потренироваться. Мы берем спред, где-то одну треть колоды, может даже чуть меньше. Переворачиваем следующую карту и кладем ее в позицию, ближе к концу этого спреда вот так. Вы можете упереть мизинец в эту часть, то есть вот так. Чтобы когда вы задвигали этими пальцами карту, она просто ровно заехала. То есть, видите, если сделать вот так, то она не будет торчать ни с этой стороны, ни с этой. Она именно ровно станет, как и ваша колода карта. Это очень важно. Чем лучше и ровнее это получится, тем лучше и, так знаете, в хорошем смысле смазание будет это выглядеть. То есть, мизинец нам помогает. Вот. Вам нужно просто посидеть и потренировать это движение. Главное, не показывать это как отдельный фокус. Типа, оп, исчезла. Потому что это очень глупо. Итак, давайте еще раз. У нас есть спред. Кстати, чем лучше вы делаете спред, тем хуже это будет выглядеть, как ни странно. То есть, спред должен быть такой немножко корявенький, чтобы когда эта карта заехала, и вдруг она чуть-чуть все-таки криво заехала, это не было заметно. Плюс, понимаете, да, что нельзя показывать вот так. Вы должны опускать колоду чуть-чуть вниз, ближе к зрителю будет идти ниже, вот так. То есть, смотрите, вот движение. У нас вот эти два пальца, указательный и средний, опускают эту карту, пока она не упрется в мизинец, который помогает. И все. Теперь вам нужно сделать эти два движения одновременно. Смотрите. Попробую медленно показать. Выстрел. И эта карта уходит. И мы еще вот так прихлопываем немножко ту карту, которая вылетела. И получается сменка. Подмена, называйте как хотите. То есть, оп, раз, два, три. Чем ровнее у вас вылетит эта карта, и тем лучше вы ее поймаете самой пачкой, тем плавнее и лучше будет выглядеть сменка. Потому что может такое случиться, что карта вылетит вот так, и вы ее уже прихлопните, и она не докрутится. Понимаете? И это уже будет выглядеть чуть-чуть подозрительно. Но при этом, в принципе, даже так сойдет в скорости. То есть, главное все это делать быстро, но при этом нормально. И не переусердствуйте с броском, потому что карта может просто вылететь вообще за пределы стола. Но, в принципе, когда вы делаете это с руками зрителя, вы просите его чуть-чуть вот так их согнуть, чтобы она не вылетала, и она попадала ровно в руки, и не могла никак вылететь за их пределы. И все. То есть, такую чашечку, чтобы он сделал. И вы берете там, допустим, дамокрести. Готово. Превратилась в шестерку. После этого, разумеется, надо думать о зачистке. Вариантов несколько. Вы можете просто сложить вот эту пачку под низ и перевернуть карту там вот так, допустим. Либо вот она у вас зашла. И в момент, пока зритель вы говорите, проверь карту, в момент, пока он проверяет, вы просто вот этими пальцами забираете эту карту вот так и сравниваете. Все. Произошла зачистка чисто. То есть, все. Вы можете отдать на проверку и колоду, и карту, и все четко. То есть, примерно, как это должно выглядеть. Возьмем карту. Запомни ее. Оп. Поменяли на другую. Проверяй. Сделали зачистку. Показали с двух сторон. Все. Ну, а, соответственно, если вы хотите сделать трюк, вам нужно будет дать зрителю карту, сконтролировать ее на вторую позицию, чтобы она была второй сверху. Как это сделать быстро объясню. Зритель выбрал карту. Вы отодвигаете одну вот отсюда. Запомни. Добавляете ее. Ставите мизинец. Подрезаете несколько раз с мизинца, чтобы эти две карты оказались сверху. Вот карта зрителя. Теперь. Подснимаете, делаете свинг-кат на мизинце. Листаете до момента, когда дойдете до мизинца. Переворачиваете карту. Твоя? Нет. Делаете сменку. Вот так. Даете на проверку, говорите. Теперь твоя зачистка. Все. Готово. Я надеюсь, тебе понравилось это видео, понравилась эта сменка. Пиши мнение в комментариях. Ну и, конечно же, ставь лайк. Если еще не подписался на канал, скорее подписывайся, потому что новые видео здесь будут практически каждый день. С вами, как всегда, был Неро Янг. Посмотри предыдущие видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok